здравствуйте уважаемые зрители youtube канала политвизия у меня в гостях николай спиридонов политический эксперт здравствуй николай здравствуй михаил здравствуйте зрители ну что же николай мы давно с тобой не записывали наших еженедельных программ накопилось несколько тем причем накопилось прямо аккурат перед нашей программе давай начнем с самого главного а именно своя же президента макрона президента франции который он совершил в москву и киев встретишь естественно с владимиром путином и владимиром зеленским вот как-то в целом оцениваешь визит макрона насколько его визит результативен либо мы можем просто говорить о некой пиар-компании лично макрона в двери президентских выборов во франции которые намечены на лето этого года да мы не должны забывать что макрон это не только президент но и кандидат в президенты и насколько я помню первый тур выборов там даже будет уже в апреле то есть по факту макрон находится в активной же стадии избирательной кампании хотя официально не выдвинулся и лично для макрона похоже что эти визиты стали успешными потому что у макрона получилось то что не получилось с эрдоган эрдоган себя предлагал в качестве посредника между москвой и киевом не получилось а вот у макрона похоже что получилось с путиным он достаточно себя держал уверенно и на равных далеко не у всех европейских лидеров это получается то есть он показал определенную твердую руку а зеленским я бы даже сказал что он допускал некое вот панибратство когда произошла эта встреча но по плечу похлопывал но он так вот себя вел как будто встреча была не в киеве а в париже как будто он хозяин площадки то есть он свой по его мнению более высокий статус чем у президента украины всячески подчеркивал что по итогам мы увидели ну во первых идет попытка все таки продавить выполнение минских соглашений потому что это означает что конфликт так или иначе решет пускай ценой украины но проблема индейца шрифа не волнует для европы для макрона будет главное что конфликт таким образом может быть решен ну и франция собственно помощь определенную пообещала украине там определенные были договоренности то есть соответственно вроде вроде как вот украине в очередной раз задекларировали свою поддержку хотя по факту сейчас владимира александровича как там сказал супостат нравится не нравится терпимая красавица вот как то так пытаются нагнуть пытаются выдавить из него выполнение минских соглашений на невыгодах украины как тебе вообще манера владимира путина на пресс-конференции с макроном и если вот ты говоришь о зеленском что он проявлял фамильярности по отношению к макрону то мне кажется наоборот макрон проявлял фамильярность по отношению к зеленскому может я оговориться ну я тебе значит неправильно понял но вот говоря о пресс-конференции путина и макрона ну очевидно путин был в ударе он нам вот сыпал своими сальными шуточками которые собственно от него привыкли слышать последние 22 года и там же не только было вот эта шуточка по поводу нравится не нравится терпимая красавица было вполне такое себе провокативное заявление о том что на путин готов предоставить политическое убежище петру порошенко причем а путин вернулся несколько раз к этой теме в течение пресс-конференции он также заметил что он предупреждал порошенко о том что возможно уголовное преследование и проявляет искать гуманизм о котором ты постоянно говоришь николай он готов петру порошенко вне зависимости от того поддерживает его политику или нет предоставить политическое убежище естественно порошенко отреагировал мой взгляд отреагировал слабо у себя фейсбуке но в целом вот сторонники петра порошенко тоже заявили о том что это провокация власти которая еще раз засвидетельствовала что она украинская власть координирует свою деятельность с путиным и собственно сам зеленский является заказчиком такой провокации против порошенко вот на то взгляд почему путина он вспомнила порошенко вспомнил несколько раз очевидно что это была такая заготовка о которой ну он знал еще до пресс-конференции зачем ему нужно было вставлять пять копеек с порошенко да вполне очевидно что это заявление петру алексеевичу скорее навредила чем помогло то есть это медвежья услуга то что он несколько раз повторил ну на мой взгляд сделала менее убедительным как там говорят китайцы ты сказал я поверил ты повторил я усомнился как то вот он начал повторять то возникли сомнения действительно вот в гуманитарности этого замысла это китайцы говорят а сократ например говорил о трех да необходимо человека добиться несколько раз да чтобы тогда собственно склонить его к своей оппозиции может быть путин тоже несколько раз хотел повторить а вот свою вот эту фразу о политическом вещи для порошенко чтобы люди в это поверили но есть и законы пропаганды которые собственно говорят о том что надо повторять как можно чаще и у меня на длительных эфирах тоже бывают повторения по какой причине я же довольно значительное для себя время занимался преподавания и соответственно там нужно детям объяснять подробно и кое-что повторять поэтому вот как бы я из педагогики ушел и педагогика из меня очевидно не полностью поэтому повторение тоже случается но у путина скорее всего действительно в этом была определенная заготовка а по поводу заготовки с красавицей честно говоря я так понял что в украинских соцсетях далеко не все вообще поняли насколько была развязана эта шутка и к чему она отсылает то есть тут отсылка судя по всему к песне сектора газа которая есть такая группа в россии которая называется на минуточку некрофил это песня я уже не хочу сейчас даваться в подробности но в общем если воспользуются наши зрители группа красная плесень по красная плесень там нет куплет звучит следующим образом спит красавица в гробу я подкрался и нравится не нравится спи моя красавица ну да ну ты в общем разобрался что к чему а как бы вот зрители наши целого уровня этой развязанности многие и не поняли до того как мы объяснили так что видимо владимир владимирович уже да с развязанностью несколько перебрал хотя понятно что это была такая у него заготовка как ты относишься к реакции владимира зеленского видя президент украины отреагировал на мой взгляд достаточно слабо он как бы не то чтобы но оправдывался но как бы перешел на русский язык заявил о том что да украина красавица и так далее и так далее то есть ладно вот так владимире зеленскому часто определяют претензии в его неопытности как государственного менеджера охотно в это верю но действительно недавно только стал президентом у него не было административного опыта управления в государстве но у него же был эстрадный опыт и причем огромного построил крупную компанию квартал 95 он очень талантливый человек почему он так ответил вот путина абсолютно пресно да вот абсолютно невкусно неинтересно то есть даже цитировать нечего то есть по идее зная о том что путина но заявил на пресс-конференции процитировал вот эту группу красная плесень и вот эту вот стату поводу красавица зеленский мог подготовиться и что-то на следующий день вот такое что потом все бы цитировали этого не произошло я не совсем согласен на что должен был делать зеленский тоже обложить матом каким-нибудь почему матом президента он очень талантливый человек и уверен что много при желании как-то колко ответить путину и поставить его на место но не посчитал нужным решил остаться в рамках приличия я не вижу этом большой проблемы но тут я могу скорее обругать его команду потому что или покритиковать по крайней мере потому что было видно что зеленский действительно думает на ходу хотя вот по идее его команда послушав пресс-конференцию путина должна была какие-то заготовочки сделать но видимо никаких рекомендаций владимир александровичу не дали он не мастер ампровизации на самом деле он в основном всегда и в эстрадной своей карьере использовал те шутки которые хорошо подготовлено что он на ходу прямо придумает колкость но я даже думаю что владимир александровича немножечко переоценивать хорошо коль вот скажи пожалуйста когда мы говорим о минских соглашениях россия понятно настаивает на минских соглашениях для россии такая публичная отмазка для путина чтобы не деэкскалировать ситуацию на востоке страны зеленский неоднократно говорил о том что украина ну вот как бы не готова выполнять минские соглашения в том виде в котором они прописаны хотя тоже вот звучат разные позиции макро например говорит о том что зеленский наоборот согласен с минскими соглашениями есть я из той формулы которая в них прописана но напомню эти минские соглашения не заключались в момент когда у украины по сути не было армии и в тот момент порошенко пошел на минские соглашения чтобы остановить вот это вот продвижение вот войск формирование этих непризнанных территориальных организаций 3 террористических организаций лнр днр при поддержке российских войск когда вот тогда порошенко остановил подписал эти минские соглашения но они не реализуемы просто потому что но они требуют как бы некого общественного консенсуса в украине и по сути сути этих минских соглашений в том что украина должна легитимировать боевиков украина должна пустить к себе в эту вот раковую опухоль в виде территории ордлог где командуют боевики на это естественно но власть не может пойти потому что нет общественной поддержки что в этой ситуации делать ну во первых нужно тогда какие-то иметь свои предложения потому что да минские соглашения многие критикуют а что взамен что собственно украинская власть внятное предложила вместо минских соглашений а в ответ тишина и две недели назад мы по сути впервые чуть ли не впервые открыто услышали от представителей украинской власти что украина выполнять минские соглашения не хочет до этого это звучало завуалировано что вот там россия не хочет не дает хотя но к россии тоже конечно есть вопросы потому что там же первым пунктом идет прекращение огня всесторонние прекращение огня собственно и под влиянием россии мы там редко когда видим соответственно но тем не менее действительно украинская власть сейчас не хочет выполнять минские соглашения а ничего взамен не предлагает и поскольку такая ситуация продлилась уже достаточно долго то теперь вот все эти вояжи в украину казалось бы хорошо эрдоган приехал рюта приехал там огром приехал впервые за 20 кажется 4 года президент франции посетил украину но а цель этого визита цель этого визита действительно красавицу ну скажем так разлохматить то есть вот заставить заставить выполнять то что нам невыгодно поэтому очень интересно глагол разлохматить это наверно глагол который использует используют используется в среде политизм танток когда речь идет о о том чтобы с клиента взять побольше денег за консультационные услуги наверно вы так говорите николай в своей среде необходимо разлохматить клиента правда михаил ну из уважения к нашим зрителям и к твоим ученым степеням я же не могу выражаться так как красная плесень соответственно я говорю то же самое некий намек не ну то что ты не солист красной песни я в этом убежден хорошо николай вот так скажи пожалуйста ну опять же минские соглашения ты говоришь что власть зеленского они предложила что-то взамен минским соглашениям ну а что может украинская власть принципе предложить ведь я для россии минские соглашения это просто принципиальный момент россия понимает что украина не пойдет на минские соглашения поскольку россии не заинтересован до экскалации путин будет постоянно на каждом очередном переговорном рауте напоминать об этих пресловутых соглашениях ну вот чтобы украина предложить если россия кроме Минских соглашений, ничего другого слышать не хочет. Есть же целый офис президента с аналитиками. Он там закрывает... Он борется с информационными угрозами. Соответственно, офис должен разработать определенные предложения. И так у нас что получается? Значит, Минские соглашения плохие, но они подписаны, они документ, признанный Европой и миром. А взамен ничего другого нет. Соответственно, если ничего другого нет, то рано или поздно заставляют выполнять Минские соглашения, которые плохие, которые нам не нравятся. Я думаю, что Украина в данном случае могла бы разве что попытаться расставить какие-то свои акценты. Ну, например, в Минских соглашениях, что проводятся выборы, а потом Украине возвращается контроль над границей. Так возникает вопрос, а как же можно проводить там, собственно, выборы, не вернув контроль над границей? Что это будет за выборы? С участием Единой России или кого еще? Поэтому сами эти соглашения оспорить уже довольно трудно, но какие-то хотя бы акценты можно было попытаться по-другому расставить. Но этого никто не делает. Соответственно, пришел уже момент, когда в Европе все это надоело и по сути ездят для того, чтобы нас нагнуть. Вот мы дождались никакой своей альтернативы не предлагать. Ну, хорошо, но ты констатируешь факты. А какой может быть альтернатива, на твой взгляд? Я же тебе сказал, как минимум необходимо было пытаться, скажем, расставить свои акценты. Поскольку я в офисе президента не работаю, мне такая аналитическая работа не была заказана, то я не хочу отбирать, собственно, офис президента хлеб, я только вот пунктиром могу обозначить, где копать, но поскольку копать никто не будет, то это, соответственно, сизифа в труд. Хорошо. Вот, Коля, как бы закрывая тему с Минскими соглашениями, вот очевидно, что как бы Минские соглашения изначально, они очень хорошо раскручивались в Германии, активную роль принимал как раз министр иностранного дела господин Вальтер Штайнмайер, который сейчас является президентом Германии, и оттуда и родилась, собственно, формула Штайнмайера, которая предусматривала проведение выборов, да, а после этого уже возвращение контроля над границей. Да нет, Михаил, но это напрямую написано в самих Минских соглашениях, то есть при чем тут формула? Хорошо, подожди, а формула Штайнмайера, тогда чем она заключалась? А формула Штайнмайера, она предусматривает тоже некий порядок действий, но по очередности, то есть вот это для нас бяка, она все-таки записана в самих самих Минских соглашениях. Подожди, формула Штайнмайера, она как раз и предусматривала поэтапную обязацию Минских соглашений, вот так, как я сказал, то есть вначале принимается соответствующий закон, который регламентирует порядок управления на вот этих отдельных территориях, дальше после этого проводятся выборы, и только потом Россия возвращает фактически ну как бы Украине контроль над границей, вот в этом суть формулы Штайнмайера. Но это было бы легче, тогда можно было бы ударить формулой Зеленского по формуле Штайнмайера. Нет, это хорошо звучит, но вот смотри, по крайней мере есть условно говоря там формула Штайнмайера. Германия при Штайнмайере или Меркеле пыталась ну проводить какую-то активную политику в процессе нормализации украино-российских отношений. Вот сейчас поменялся канцлер Германии, теперь это Олаф Шольц. Мы видели, как фактически Германия заблокировала поставки вооружения Украине, явно натянуты отношения между украинской властью и Германией. Президент Зеленский не принял министра стран дел в Германии, которая была с визитом в Киеве. Вот как ты считаешь, можно мне говорить о том, что Германия вот при новом канцлере не будет ключевым игроком доэкскалации напряженности между Украиной и Россией? Ну, пока мы видим, что много канцлер менее активен, чем была Ангела Меркель, но этот канцлер тоже уже приезжает в Украину. Может быть, он сможет мои слова опровергнуть, может быть, они поверхностные, но пока похоже, по крайней мере, в преддверии своих выборов Эммануэль Макрон инициативу перехватывает, делает Францию столицей Европы. И даже сама фамилия Шольц, вот если Меркель была на слуху, то сейчас не все даже помнят имя нового канцлера, он такую активность не успел еще раз. Хорошо, Николай, вот по поводу расширения НАТО. Путин, опять же, повторяет вот эту мантру по поводу того, что приближается граница НАТО. Очевидно, что это все пустая история, поскольку, во-первых, НАТО это клуб государств, вправе ту политику, которую они считают нужным. Точно так же, как организация ДКБ, которая расширяется и, собственно, никто не вправе указывать ДКБ, где останавливать границы своего существования, границы своего влияния. То же самое касается и НАТО. Путин во время интервью неоднократно лагал по поводу опасности НАТО и, в частности, сказал следующее, что, мол, Украина, если вступит в НАТО и она захочет отвоевать обратно Крым и страны в этом помогут Украине. Во-первых, я сомневаюсь с тем, что Украина военным образом будет пытаться отвоевать Крым. Я думаю, что Украина вернет оккупированную аннексию Российской Федерации Крым путем дипломатических переговоров. Но Путин бросил этот тезис. Хотя, если мы откроем статью 5 с карты об учреждении Североатлантического альянса, там четко сказано, что страны помогают друг другу в процессе оборнитных действий, а не наступательных. Но, тем не менее, как ты считаешь, вот эта история с расширением НАТО, с претензиями России в адрес НАТО. Вот мы сейчас видим, как эта история уже затухает, Россия будет постепенно отодвигаться от границ Украины, будет снимать вот эти вот требования по поводу нерашения НАТО. Либо как эта история будет развиваться? Ведь должна ли какая-то пиаровская кульминация? Во-первых, во времена постмодернизма все-таки наступление и обороны это одно и то же. Потому что любая сторона, разумеется, заявит, что она обороняется. Вот представь, мы, допустим, с тобой подеремся. Разумеется, оба будем обороняться. Я скажу, что на меня напал коварно Михаил, попытался занять мое место. Мы с тобой подрались по Zoom? Не, ну, допустим, очно. А ты будешь говорить, что наоборот я на тебя напал, чтобы, скажем, захватить контроль над твоим каналом. Разумеется, как бы каждая сторона рассказывает о том, что она обороняется. И если Путин начнет, допустим, я в это не верю, ну, там одна тысячная процента полномасштабное наступление на Украину, то, разумеется, он сформулирует, что он обороняется. Поэтому тут никаких у меня иллюзий нет на этот счет. Что касается требований Путина, я думаю, что они не будут уменьшаться, потому что сейчас выгодная для Российской Федерации конъюнктура на газовом и нефтяном рынке. Поэтому этот пузырь амбиций и требований Путина в ближайшем цикле 3, 5, может быть, 7, 8 лет будет только расти и разбухать, и Путин от этого своего требования не расширения НАТО не откажется. Другой вопрос, что если мы почитаем статут НАТО, то как бы он и не дает возможности Североатлантическому Альянсу принять Украину. Этот вопрос остается сугубо теоретическим. Ну, это вопрос, ты имеешь в виду территориальные претензии? Ну, территориально, да, кому хочется вот в эти территориальные споры лезть в свои организации, тратить силы, ну, там же принимают решение консенсусом, обычно абсолютным голосованием, а есть ряд стран, которые будут против. Хорошо, Коль, вот недавно известный украинский политик Максим Гольдер, лидер партии за новый социализм, партия, которая, ну, является многообещающей в, скажем, политической системе Украины. Он заявил о том, что войны не будет. Собственно, как ты относишься к этому тезису господина Гольдерба, насколько этот тезис, он вообще релевантен? Я поддерживаю в данном случае заявление Максима Гольдерба и партии за новый социализм, потому что кто-то должен был украинцев все-таки успокоить. Нас постоянно пугают, нас заставляют бояться, ждать, дрожать какого-то наступления. И чем больше политических партий и лидеров общественного мнения заявят о том, что, собственно, не нужно бояться, король гол, все это раздувается в информационном пространстве, тем спокойнее все-таки будут украинцы и за те несколько дней, которые прошли, я что-то не слышал, чтобы другие партии тоже сделали такое смелое заявление. В данном случае Гольдерб выстрелил, а остальные партии, ну, извини за такое непарламентский термин тормозят. Поэтому, конечно, партия Гольдерба получила определенные дивиденды. Знаешь, я обратил внимание, что за последнее время господин Гольдерб, он активизировал какую-то повлечь на свою активность, он дает очень много интервью, и будучи журналистом по профессии последних лет, он, тем не менее, является также экономистом, мало кто об этом знает, у него есть конкретная экономическая программа развития Украины, причем, как я понимаю, что экономическая программа Гольдерба, она предусматривает, по сути, я не знаю, сколько это возможно в Украине, но построение такой модели скандинавского социализма в Украине, опять же, по примеру, Финляндии, Швеции, Норвегии, вот как ты считаешь, насколько вообще вот эта вот модель, она реалистична для Украины, и вызовет ли она какой-то отклик на ближайших выборах у избирателей, и, ну, самое главное, вот мы периодически видим эти социологические опросы, и, ну, вот есть некая система там ценностей избирателей, запросов, которые они формулируют, и которые фиксируют социологи, вот в какой степени у нас сейчас украинцы готовы, ну, вот так голосовать за партию, которая, например, предложит вот с одной стороны, да, такое дирижирование в сфере экономики, но при этом высокий социальный стандарт, но, как мы видим, почему все стремятся в Швецию, там высокая степень дирижирования экономики со стороны государства, не только, кстати, в Швеции, но и в Австрии, это не только ограничится, опять же, скандинавскими странами, но и странами Центральной Европы, вот там жесткое дирижирование экономики, жесткое дирижирование рынка, но при этом есть предсказуемость жизни, есть, опять же, вот высокие социальные стандарты, то есть, то, о чем говорит Гольдок, насколько это вообще, ну, за это украинцы могут проголосовать, как ты считаешь? Ну, я считаю, что, как минимум, левая ниша должна быть представлена, сейчас в Верховной Раде Украины левых нету, это плохо, телега хромает, не хватает колеса, думаю, что есть шансы, если активно работать в левой нише, то у партии есть шансы на прохождение в Верховную Раду, вопрос в том, как, насколько хорошо будут работать, так что пусть Гольдорб работает, и тогда, возможно, у него может получиться, но сейчас, кстати, что касается выборов, я бы еще в двух словах сказал о свежей новости, о смартфонах, если ты закончил уже вот эту тему с заявлением Гольдорба, то можем пару слов сказать о смартфонах. Ну, я просто лишь в завершении хочу сказать, что мне как бы импонирует то, что фактически Гольдорб подчеркивает необходимость такой украиноцентричности, при этом с сохранением курса на интеграцию европейской и европейский союз сильной Украины, это было бы правильно, конечно. Хорошо, вот переходя к той теме, когда Михаил еще буквально одну реплику, он в том числе говорил об объединенных Арабских Эмиратах, он их опыт тоже изучает, так что там, судя по всему, работа прошла всесторонне на основании изучения опыта ряда стран мира и не только европейских. Хорошо, Коля, хорошо. Принимается твоя реплика, давай перейдем к завершающей нашей эфир теме, именно голосование в смартфонах. Сегодня было два года, как был создан электронный портал ДИА для наших зрителей с постсоветских стран, не только зрителей из Украины. Скажу, что портал ДИА, программа ДИА, это уникальная программа, уникальная цифровая площадка, которая позволила сократить дистанцию между государственными институциями, государственными услугами и обычными гражданами Украины. Действительно, очень много сервисов за последние два года были переведены смартфон, украинцы получили возможность загружать внутренние паспорта, зарубежные паспорта, свидетельства о рождении, водительские права и даже ковидные сертификаты. Теперь можно спокойно пришествовать за границу, показывая свой смартфон, открывая приложение ДИА, и наши ковидные сертификаты признаются всей Европе. Также все, что касается предпринимательства, было переведено в это приложение, что тоже очень удобно. Короче говоря, ДИА за два года прирастил рядом серьезных сервисов, которые значительно упрощают жизнь активным украинцам. И теперь сегодня президент на двухлетие ДИА рассказал о планах раздать каждому пенсионеру, который перевалил за 60 лет, возраст которого перевалил за 60 лет, по смартфону. И многие сразу задумались о том, что Зеленский хочет увеличить базу своей поддержки и просто выбить аргумент из-под тех критиков, кто говорит о том, что пенсионеров нет смартфонов, значит, они не смогут проголосовать на следующих президентских выборах, либо планетских и будут в неравных условиях находиться. Так вот, всем обещают раздать смартфоны. Эту программу экономисты уже ценили в 1 миллиард долларов. И многие даже сравнивают с программой высадить миллиард деревьев, тоже программу, которую предложил Зеленский несколько месяцев назад. Насколько, на твой взгляд, эта идея с раздачей смартфонов сыграет электрально для Зеленского? И насколько вообще, если подобный проект будет реализован, подвинет в сторону практической реализации проведения выборов дистанционно путем электронного голосования? Михаил, вот очень многие отреагировали на это шутками, на идею раздать пенсионерам смартфоны. Я же хочу подчеркнуть, что это не смешно. То есть это очень серьезный шаг к подготовке электронного голосования. А электронное голосование, я уже неоднократно об этом говорил, это последний шанс действующей команды остаться у власти. Поэтому вполне вероятно, что этот миллиард долларов или 28 миллиардов гривен на закупку смартфонов реально могут найти. Если мы возьмем допустим большое строительство, я видел статистику, что 126 или 128 миллиардов гривен потратили за 2021 год, то есть тут сумма не космическая. И таким образом нас готовят усиленно к электронному голосованию. Единственная надежда на внуков, на тех самых пенсионеров, что они просто вот у бабушек как-то эти смартфоны выманят. И таким образом электронное голосование антидемократическое не состоится. А почему демократическое? Ну почему? Не кажется интересным наоборот, но это голосование демократическое, потому что не секрет, что в комиссиях обычных, традиционных, да, очень силенно человек фактор, и в комиссиях как правило происходят фальсификации, и не секрет, что фальсификация имеет место на местных как парламентских выборов, но реже президентских выборов. Но все равно как правило идет ожесточенная борьба за комиссию, если у тебя нет представителей в комиссии, то по сути это выборы проиграл, но это знают абсолютно все, и ты как политтехнолог тоже владеешь этой информацией. Может быть наоборот, президент предлагает конструкцию, которая позволяет упростить доступ к избирателям, упростить или увеличить шансы на победу для конкретного кандидата, когда ему уже не нужно будет задумываться о том, что у него нет представительства в комиссии, а значит его голоса могут быть просто выкинуты в органах. Михаил, зарубежная практика показывает, что как раз электронное голосование оставляет намного больше простора для различных фальсификаций. Я подразумеваю и Германию, например, и там и Соединенные Штаты Америки, хотя там немножко по-другому. Например, речь идет о почтовом голосовании, но все равно там не классическая система. Вместе электронное голосование, ну и что? По-моему, ни у кого не возникает сомнения в выборах сомнений, что в результатах выборов сомнений. Про Германию не слышал. У ряда экспертов возникли серьезные сомнения. То, что думают эксперты, честно говоря, мне плевать. Главное, что думает суд. А суд отклонил абсолютно все иски, которые, скажем, подавала проигравшая сторона, оспарившая результаты выборов. Суд признал выборы легитимными и полностью соответствующим законодательству. Поэтому никаких здесь не может быть вопросов. Что касается Германии... Ну вот в этом и опасность. В Украине тоже суд может отклонить все иски. Поэтому лучше в Украине электронное голосование не проводить. Ну вообще, когда я говорю об электронном голосовании, у меня возникает некий когнитивный диссонанс. Вот в моей теоретической работе, в моей диссертации по факту я выхожу на то, что электронное голосование приводит к более демократическим выборам. А на практике все, естественно, противоположно от моих теоретических результатов. Так вот, как практик, я все-таки против электронного голосования. Я считаю, что оно в условиях Украины очень серьезно и даст дополнительные возможности для фальсификации. можно, например, вспомнить, недели две назад была проблема с порталом ДИА, и, соответственно, в какой-то момент он просто перестал работать. Вот так вот и исказить результат выборов будет, на мой взгляд, более простой задачей, чем при классической системе голосования. Классическая система голосования по факту не дает сфальсифицировать больше 5%. А вот голосование в ДИА, ну, посмотрим, как говорится в известном анекдоте, предела я, однако, не вижу. Спасибо большое, Николай, что сегодня было со мной на YouTube-канале Политвизио. Уважаемые зрители, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, проявляйте свою активность, рекомендуйте, расшаривайте это видео. Я надеюсь, что вам наш эфир с Николаем понравится. Спасибо большое, Николай, за то, что сегодня уделил время нашему эфиру. Спасибо, Михаил.